Конечно, когда Антон меня спрашивал, чтобы я выступил здесь, помимо своего научного доклада про головы и шеи, решил именно так сформулировать, это из области, наверное, для кого-то будет из области фантастики, потому что у нас вообще роль общественных организаций в нашей жизни очень мизерная в российском обществе. Когда я говорю о российском, это постсоветском, поэтому представители Казахстана или из других республик не обижайтесь. В моем понимании Россия, Казахстан, это все одна семья. В самом деле, я сам хирург-онколог, в Москве работаю, сам в прошлом трижды оперированный онкологический пациент и уже целую серию общественных организаций, все эти логотипы, которые здесь представлены, это все мое детище, которых я создал, и они все работающие общественные организации. Мы пытаемся в наших реалиях что-то делать с помощью именно общественных движений, потому что в моем понимании государство и фармацевтические компании вместе уже очень много чего делают, то, что они считают правильным и нужным. Но участие нашего остального общества, к сожалению, мизерное, просто мизерное, сколько бы шума не было. Так, здесь, да, переключаются, слайд. Вот, ну, это география, ну, это слайд из нашей Евразийской федерации онкологии, где в каких семи странах мы работаем. Ну, если взять Евразию как континент, целиком Европу и Азию вместе взятых, две трети населения земного шара живет в Евразии. Ну, основная доля науки, медицины и в том числе в онкологии, это где концентрировано только в одних Соединенных Штатах Америки. А потенциал у нас колоссальный еще. Вот если говорить еще на момент развала Советского Союза, 25 лет, 26 лет назад, Советский Союз имел самую развернутую сет онкологических учреждений в мире, не имевший себе аналогов. И каждый гражданин, фактически, этого государства имел доступ к минимальной онкологической помощи хотя бы. И на тот момент некоторые штаты, целые штаты Соединенных Штатов вообще не имели даже одного онкологического учреждения. Типичный пример, штат Флорида, где господин Ли Моффетт создал, фактически, в конце 70-х, из табачных налогов онкологический центр, который носит его имя, сегодня Ли Моффетт Cancer Center. Вот это пример общественного движения. Этот онкоцентр Ли Моффетт сегодня в рейтинге онкологических центров США ходит пятерку лучших по научной мощи сегодня, по официальному рейтингу. А центр был создан как именно not-for-profit organization, негосударственная. И таких очень много. Мемориал Слон Кэтрин в Нью-Йорке такой же, и в Европе очень много имеется таких учреждений. У нас в России и СНГ абсолютно все крупные онкологические учреждения, они государственные. Нам нужно уже пора задуматься, нужны ли они все, должны ли они вообще оставаться государственными. Может быть отдавать некоторым общественным организациям некоторые вещи, эту функцию. И немножко об онкологической заболеваемости в наших странах. Вот я здесь взял особенно страны БРИКС и США. Вот поскольку я, хоть я гражданин Индии, я себя считаю россиянином, и все равно не теряю связь с Индией. Вот в Индии с населением миллиард двести миллионов, да, регистрируется меньше миллиона онкологических пациентов в году. И это слишком заниженная цифра. Это означает, что очень многие не доживают до того, чтобы им поставили диагноз. То есть умирают от рака, но при этом быстро пройдем еще. Что касается потенциала наших стран. Россия в числе самых первых среди количества медиков, количества врачей на душу населения в мире. Вот здесь вот белый столбик, смотрите, эта картинка взята из журнала Forbes. Вот видите, в США 27 врачей на тысячу человек, у нас 49 врачей. А в Индии 0,6 врачей на тысячу человек. Представляете разницу, да? Но сегодня при этом крупных центрах Индии, крупных городах Индии, некоторые из них по доступности, доступности высококвалифицированной помощи, они уже обгоняют российские крупные города. То есть в Индии есть неравенство, естественно. В крупных городах доступна высококвалифицированная помощь. И там же бедное население вообще ничего не имеет. Это из другого русла проблема. Но тем не менее, там, благодаря тому, что Индия фармацевтическая держава, у них есть возможность те же лекарственные средства получить намного дешевле. Ну, в Китае, если взять, они тоже не настолько лучше, чем Индия, ну, в два раза лучше у них, да, по численности врачей. Но тем не менее, Китай тоже идет вперед благодаря мощной фармацевтической индустрии. Вот, возьмем Россию, Индию, Казахстан. Вот, системы образования, подготовки кадров и научных исследований, извините, мы проигрываем всему западному и восточному обществу. Если мы возьмем уровень качества подготовки онкологов в наших странах и всех смежных специалистов, ни по протяженности подготовки, ни по качеству углубленной подготовки, мы не соответствуем ни Западу, ни Востоку, ни Корее, и даже ни Индии. Мы уже, к сожалению, безнадежно отстали, мы должны этого признать, вместо того, чтобы просто говорить о том, что давайте скопируем резидентуру западную, да, Господи, можно 5, 8, 10 лет сделать при нашем подходе нынешнем, при нашем менталитете, да хоть делайте 15 лет, все равно мы ничего лучше не сделаем. Давайте вещи своими именами говорить. Если вместо этого, если по сути мы посмотрим, если тут же, я считаю, что те же интернатуры, ординатуры могут оставаться, если туда мы внесем качество, если мы обязательно, если мы хирурга-онколога готовим, программа должна быть обязательно, все аспекты этой подготовки, обязательные навыки руками работать. А то у нас есть, мы еще лепим кандидатские докторские диссертации, человек уже вышел из хирургического отделения доктором наук, а при этом он еще одну серьезную операцию не выполнял. Ну, извините, таких примеров уже сотни, да? И, к сожалению, а если взять Индию, у них есть другая проблема. У нас есть наука, есть околонаука, псевдонаука и чисто лепилевка диссертаций. Разные. Совершенно разные качества. Все зависит от только добросовестности специалиста, который выполняет этот труд и руководителя, да? Ну, это так. Есть отдельные сейчас инструменты, которые очень хорошие появились, которых, правда, поливают грязью, как фонд Сколково. Там придуманы такие хорошие инструменты по оценке качества подаваемых заявок. И я, поскольку там участвую, в этом процессе, я неоплаченный эксперт Сколково, и был также неоплаченным экспертом подразделений Росатома, поэтому я полной ответственностью могу заявить, как я изнутри все это видел и вижу. И мы, еще широкая научная общественность, не все в этом знает, да? Таких фондов, как Сколково, нужно как минимум еще 20 или 50 для постсоветских стран, но они должны поддерживаться обществом, не только государством. Именно они должны быть некоммерческие фонды. У нас очень много богачей, пускай поддерживают, да? Это возможно, лишь бы было у нас желание. Вот примером еще одним, я беру свой штат, откуда я, штат Тамиль-Наду в Индии, где живет 75 миллионов человек, это половина России, да? Там регистрируются. Почему я этот штат примером взял? Потому что считается, этот штат имеет лучший канцер-регистр в Индии. Они регистрируют 55 тысяч новых пациентов в году, а в России мы сколько регистрируем ежегодно? Почти 600 тысяч, да? То есть здесь должно быть около 300, ну как минимум 250 тысяч новых пациентов, ну грубо, если экстраполировать, да? Ну вот такова, при этом этот штат считается медицинской столицей Индии. Поэтому если экстраполировать реалии США на Россию, у нас должно быть не 600 тысяч, 800 или 900 тысяч пациентов в году, тогда мы будем при разных нозологиях, будем иметь не 33, не 40 процентов запущенных, третьей, четвертой стадии, а 5-7 процентов. Мы к этому должны идти. И поверьте мне, именно российская модель, она может чисто даже административным путем, имея некоторых, я бы сказал, я очень хотел бы эти слова говорить в отсутствии Алексея Михайловича, но, к сожалению, он здесь, при нем скажу. Если у нас будет больше руководителей, как он, мы можем достичь того, понимаете? Потому что он за считанные годы показал, какой он эффективный менеджер. Ну, его одного недостаточно, потому что, ну, извините, не буду назвать именами, но, к сожалению, слишком много неэффективных менеджеров у нас. Вот. Дальше, в интересах времени, пройдем дальше. Ну, в Индии очень мало пациентов регистрируется. Ну, наверное, один из пяти или один из восьми только регистрируется. И дальше многие, естественно, умирают, не зная, что у них был вообще рак. Поэтому, ну, при этом, это парадоксальная ситуация, имея колоссальную развитую фармацевтическую промышленность. Даже Владимир Владимирович Путин обратился к своим индийским друзьям, чтобы развивать сегодня фармацевтическую индустрию. Ну, это правильное, правильное решение. Это даст, я уверен, что лет через 10-15 Россия будет фармацевтической державой, однозначно. Вот. И вот это, в Lancet Oncology, мы совместно, там, огромное число авторов, мы вместе писали эту статью о проблеме онкологии вообще в странах, именно в России, Китае и Индии. Это такая, мы очень много спорили, много месяцев, и такая, к консенсусу пришли. Некоторые авторы некоторыми вещами, написанными в этой статье, не согласны, но вы можете почитать, это в открытом доступе есть. Эта статья, 50 страниц, очень подробно там описано. Так что, вот те проблемы, которые у Индии, у России, у Казахстана и других стран сегодня имеются, среди них слишком много общего. Вот в Индии, например, подготовка хирурга-онколога или химиотерапевта в ведущих учреждениях соответствует такому западному уровню, а в России у нас даже в ведущих учреждениях далеко не всегда этому соответствует, у нас есть потенциал для сотрудничества. Даже чтобы набивать руки, чтобы наши хирурги могли поучиться, на Западе никто не пустит. Можно договориться с теми же индийцами и китайцами. Для наших молодых, в интересах наших будущих граждан, мы можем много чего делать. И также для науки, соответственно, поскольку основная масса пациентов концентрирована в наших странах, мы можем, мы имеем уникальный материал для науки. У нас даже нет нормальных биобанков, извините. Ну, Питер создали там один, да? Ну, это мизер, да? Это капля в море. Вот. Соответственно, какие у нас проблемы в России и СНГ? Ну, СНГ, Евразийский Союз, ну, постсоветское пространство, это все плюс-минус синонимы, да? Уникальная система, созданная Советским Союзом, она сегодня при нынешних реалиях, при сокращении финансирования, я вижу только один достойный выход. Государство должно уходить от управления полностью медицинскими учреждениями, хотя бы частично, хотя бы пилотные проекты в отдельных регионах должны быть запущены. Потому что в противном случае мы реально станем вторым сортом в числе развитых государств, в числе постоянных членов ООН и всего прочего. И государство должно финансировать, и при этом, пускай там закупки, это все решают советы при этих учреждениях, чтобы не пришлось потом думать, что ой, бухнули в оборудовании, не подумали о подготовке кадров. И таких проблем море, да? За последние 15 лет Россия восстановила свою позицию в международной арене, как великая держава, и восстановила военную мощь. Это означает, что мы можем и медицинскую мощь, можем восстановить. Извините, я уже лет 7 или 8 занимался публикацией статистики онкологической заболеваемости СНГ, и скажу так, что это осознанное мое заключение, что многие страны на Западе так не регистрируют до сих пор. У нас фактически каждый пациент, да, может быть, ручной делается, не компьютеризировано. У нас в принципе, да, можно спорить, вот, профессор Мирибишвили здесь, да, он как бы, то есть у него и в Белоруссии, я бы сказал, да, это самые лучшие канцеррегистры считаются у нас. Но, может быть, остальные, остальная Россия имеет похуже качеством, но хоть что-то мы имеем, да? Многие страны Евразии вообще ничего не имеют по сравнению с нами. Ну, у нас есть еще куча проблем с менталитетом. У нас слишком много умных людей, которые друг друга, извините, слушать не хотят. Что-то нужно с этим делать, да? Вот. И это все пропущу в интересах. Две минуты, и я заканчиваю. Больше не буду. Нужно готовить. Нам нужно не только врачей. Нам нужно огромное количество разного рода специалистов готовить. Нам нужно наших медицинских сестер, которые 5 лет обучаются в медицинских училищах, из них сделают исследовательских медицинских сестер. Не всю работу должен врач выполнять. Медицинские сестры должны тоже. Вот они должны кандидатские защищать. А врачи пускай делают нормальные работы и нормально публикуются с их помощью. Не обязательно эти десерты. Кстати, вот казахи очень молодцы. Они слегка даже отменили это все. Там не нужно обязательно кандидатские, докторские, чтобы карьерские лестницы идти. Там магистратура. Там они уже впереди нас. Еще пройдет благодаря их разумным. Это не пустые слова. Я там бываю очень часто, очень тесно общаюсь с ними. Начиная от обычных врачей до Риги Нурсултана Назарбаевой. Но у них адекватная... Благодаря тому, что они признали, что у них не очень хорошо, лет через 5-10 наши врачи будут туда ездить учиться. Поэтому нам нужно все варианты обучения кадров использовать. И в том числе именно дистанционные, очень важные. Теперь с интернет-технологиями. И, наконец, я хочу сказать, что 7 июля будет проходить второй глобальный противораковый саммит лидеров в Москве. Где будут обсуждаться именно проблемы профилактики ранней диагностики, подготовки кадров, поддержка научных исследований, психосоциальная поддержка наших онкологических пациентов и их родственников. И желающие могут мне написать drsoma.gmail.com. Мы индивидуальные приглашения пришлем. И я очень надеюсь, Алексей Михайлович приедет. И благодарю за внимание. И одно предложение только скажу. Если, повторю просто, если остальное общество помимо государства и фармкомпании объединят свои усилия, мы реально победим рак и будем в числе самых передовых.